С самого начала, с самого первого дня. Денег не было. Там была очень прикольная история. У меня брови вот так поднимались. Пиздец. Отдружились. И начало прилетать от меня. А у меня был тяжелый характер. Это такой себе бизнес. Почему от вас не уходят мастера? Давайте выйдем, я покажу вам самый первый кабинет, где я начала работать туда, просто не доехать. Кстати, я все время выходила и там стояла и махала. Сюда, идите сюда. Они не могли найти меня вообще. Сюда, сюда, идите сюда. Сейчас карантин, все закрыто. Если бы, ну, она работает. Я вижу, работают бычки. Как положено все. Мы могли бы зайти и посмотреть тот кабинет, в котором я работала. Но он совсем обычный. Просто комната с балконом. Я даже не помню ее цвет, если честно. Ну, здесь было поприличнее. Вот этого не было всего. Было больше пространства. Сейчас какие-то совсем задворки. Я вообще-то думала, что это салон красоты. Там написано парикмахерская. Это даже не салон красоты. Но вообще я здесь прожила, просуществовала не больше двух, по-моему, или трех недель. Потому что потом меня задавила жаба, что я каждый день отдаю им свои деньги. Они мне клиентов вообще не дают. И я нашла себе помещение, куда сейчас мы с вами и пойдем. Именно здесь, вот в этом старом девятиэтажном доме, на седьмом этаже, я делала ту самую первую процедуру, о которой я рассказывала своей знакомой на кресле-качалке, которая облокотила о подоконник. Трэш вообще. Вон там, на седьмом этаже я жила. А вот в этом здании, на втором этаже, над пивнушкой, там, где сейчас написано мебель, я работала. Там сейчас, кстати, мужик под окнами, тот же самый пивной, с пивнушки. Я его наблюдала постоянно. Вот это два окна на углу, это были мои окна, мои, полностью мои, никто вообще. Там в первом месте у меня были какие-то владельцы помещения, они все время тусили, что-то там спрашивали, а это было полностью мое. И в нем я наняла свою первую работницу. Что там еще случилось? Еще очень был странный случай. Мы потом поняли, вот по этой крыше залезал и пытался в окно залезть мужик, который потерял свою жену. Короче, там у нас в один разный такой случай был. Как он туда залез вообще? Я хз. Вот сейчас смотрю, там даже, наверное, по каким-то решеткам. Был вечер, лежала последняя клиентка, Ленка сидела, меня ждала, моя подружка, с которой я работала. И какой-то шорох, а мы вечером закрывались, там железная дверь с обратной стороны, ну, чтобы никто не зашел по сторонам, потому что здесь пивнушка и постоянно какие-то алкаши тусили. И такой шорох, что-то шкрябать, короче, реально страшно. Мы такие, а в окно ничего не видно, открыть боимся, а потом поняли, что там какой-то мужик пытается проникнуть к нам за женой, которая лежала. Она просто выключила телефон, а он ее приревновал, короче. В этом помещении я просуществовала полгода и стало нам тесно, мне стало тесно. И ему стало тесно, моему мужу, который тут рядом со мной. На самом деле в этом помещении он начал вводить скрипты. Я помню этот момент, кстати, ты помнишь его? Здравствуйте, студия Елены Нечаевой. Елена Нечаева? Я такая, ааа, как я могла, как я могла, что за ужас? Он меня заставлял это проговаривать, и я, он на мне откатывал все скрипты абсолютно, которые потом много, ну, которые до сих пор работают в наших студиях. Это было тяжко. Помнишь? Елена Нечаева. Чем могу быть полезна? Сейчас мы поедем основное интервью снимать в помещении, в котором мы уже существуем где-то, наверное, в районе 8 лет. Но если вдруг вы вот где-то в такой же жопе, как эта, находитесь сейчас, да, то вы должны понимать, что на самом деле из этой жопы есть свет. Ой, выход. Я же нашла, ну что? Территориально мы находимся в Краснодаре в микрорайоне Юбилейный. Это один из самых больших микрорайонов, густо заселенных в Краснодаре. Он по периметру почти, ну, с трех сторон, с сторон, черт, с трех сторон. Анальный край. Да, да, да. Много конфици... 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 анальный край. Тут все начинают говорить странно. С трех сторон он окружен рекой, такая петля реки вокруг него. И первый раз, когда я сюда приехала, на великах случайно мы тут оказались, мне очень понравился он. Практически рядом с нами находится большой рынок. И вот здесь вот связном наши мастера долго клали нам деньги. И самая первая, Ленка, и все остальные еще очень долго клали деньги на связной, на карточку. Они приходились, пока мы не ввели... Не ввели то, о чем вам расскажет Дима, потому что это он вводил все. Чуть позже расскажет, когда я дам ему микрофон. А, на этом же рынке мы покупали свиные кожи для школы первое время, потому что мы на них учили в самом начале. И там даже мясной этот... мясник, он уже знал и для меня откладывал пласты из брюшка свиного с тиськами. И щеки. И щеки. Но щек было меньше. В основном это пузы были. Вот наша пристройка. Она вся наша, кроме первого этажа. Это большое очень помещение в удачном месте. Здесь прям действительно красиво весной, летом и осенью. Пойдемте внутрь, я вам покажу, где я брызгала ядом на всех. Вот эти 9 лет последние. Ну, вот мы находимся внутри студии. Это зона ресепшн. Вот кабинет, в котором я снимала все свои ролики. Основное количество своих роликов. Вот эти вот мутные стеклышки. Это такой кабинет изнутри. Итак, у нас 2012 год. Я буду вспоминать, но в моих воспоминаниях я скачу туда-сюда. Я думаю, что ты должен меня возвращать периодически. В 2012 году со мной работала одна сотрудница. Это Лена Хорошилова. Она была моей подружкой. Я переманила ее, как вы помните, из поликлиники городской. С 20, а подождите, 16 тысяч в месяц она начала получать космические совершенно деньги. Кстати, мы одна из студий, которая платила нереальные зарплаты. И все нам вот так крутили мастера. Мы платили, во-первых, процент, который получали мастера за свою работу, был около 20%. Сейчас они получают в среднем 21%. А 50% помнишь? 50% от сделки. Нет, подожди. 50% от сделки это было уже потом. Да, но мы сейчас про 2012 год, да? А сейчас в 2012 году она получала 20% и наоборот. Все крутили у виска и говорили, почему от вас не уходят мастера. Вы им не платите ничего. Эй, Хорошилова получала 50%. У нее были эксклюзивные какие-то там вот эти условия, как у подружки, как у первого мастера. Там была очень прикольная история. Я работала уже долго. У меня были клиенты, которые хотели именно ко мне рекомендации. Долго это 3 месяца. Ой, мне казалось бесконечно долго. Ну, короче, у меня была вот прям куча людей, которые хотели попасть именно ко мне. У меня была совершенно, на мой взгляд, космическая стоимость. Я помню, 6-7 где-то тысяч рублей. Ну, реально в том году это было... Так, я что, скучно рассказываю, что ли? Гео, что ли, зевать? В 12-м году это была большая сумма, с учетом того, что буквально 3-4 месяца назад я начала с 1000 рублей. И когда пришла Лена, я говорю, как вообще ее загрузить, когда все хотят ко мне? И что вы думаете? Я очень даже в тот момент, почему это запомнилось. Вот этот человек вообще спокойно продал ее всем за эту же стоимость. Никто ее не знал. Она делала отвратительные работы, какие-то вот такие угловатые брови безумные. Совершенно не умела делать губы, пятнила. Мы после нее возвращали много денег и удаляли. Помнишь, у нее очень тяжелая рука была. Ну, это аукнулось нам в итоге. То есть стратагема и стратегия продажи вне зависимости от качества – это плохая идея. Плохая идея – продавать во что бы то ни стало за дорого, мастера. И вы потом просто хапните в горе. Не используйте маркетинг для того, чтобы себя продавить или навыки продаж для того, чтобы срубить как можно больше бабла. Нет, работайте над продуктом. И Хорошилова это было хорошим уроком, потому что у нее была реально тяжелая рука. И реально я не мастер, я не специалист, но я брал работу Лены, брал работу Хорошиловой. У меня брови вот так поднимались. Я говорю, это как? Я ее учила. Это было очень тяжело. Она очень плохо видела симметрию. У нее была реально тяжелая рука. А у меня был тяжелый характер. Ну, потому что мне просто взрывало мост. Почему нельзя прямую линию нарисовать прямой? В 2012 году было две основные такие, два основных события. Мы начали снимать видео. Это, наверное, было в конце, потому что мы уже набрали. Это было в начале. Это было, когда сидела Лена. А, ты то считаешь первым видео. А, для меня внутри меня первое видео – это то, когда он меня водрузил на стол. Он поставил кушетки, на них мешок вот этот. Вот меня в него посадил. И вот так вот наставил на меня камеру. И говорит, ну давай, говори. Я такая, у меня как в матрице рот слипся. Все, я такая, у меня вот так набрякли глаза. То есть, для тебя первое видео – это когда ты снимал с камерой. Я не должна была ничего говорить, я просто молча делала процедуру. Он красивый, под водочки, макро. Я помню, я рисую там этот волосок, а камера просто лежит на клиентке. Он на ней локоть там поставил. Короче, это вот, видишь, у нас разные первые видео для тебя, для меня. Да, первое видео было как раз еще вот там, где Альтаир и Пивнушка, в том кабинете. Там еще Лена сидела в сапогах, вот так прям рядом. Антисанитария. Распущенные волосы. Ну, у меня не были они распущены, но там, конечно, все. Как не были? Ты чесала голову? Я была с хвостиком, просто я чесала голову перчаткой. Кошмарный кошмар. Да, то было первое видео, и мы улетели отдыхать, и нам начали капать деньги. Давайте, да, мы об этом рассказали, но это для каждого человека, который до этого работал только по найму, это очень сильное ментальное изменение. Когда мы первый раз выехали совместно за границу, Таиланд, это была первая страна, которую мы посетили. И когда ты находишься в безвестности, у нас на остатке карта связного, если вы не помните, а вы не помните наверняка, тогда слабо регламентировалась вообще Центробанком политика маленьких банков. И на карту связной у меня падало 10% годовых, плюс к этому ее пополнить можно было из любого места, вообще шикарное изобретение, но потом Центробанк башку этой идеей свернул. Так вот, мы, у нас там 50 тысяч рублей, мы у черта на куличках, и нам бамс, 30 тысяч рублей упала выручка, ну там условно, или там 5 тысяч, или 10 тысяч. И это магия, и это счастье от того, что ты можешь получать пассивный доход лежа на пляже, это же мечта каждого человека. Я могу лежать на пляже, а в это время будут капать деньги. Так вот, это мечта каждого человека, работающего по найму, лежать на пляже, и чтобы тебе на карту капали деньги. У нас эта мечта сбылась в 2012, и именно на этом мы заостряем внимание, именно это послужило стимулом к дальнейшему развитию студии. То есть мы примерно поняли, что если у нас работает один человек, если вдруг с ним что-то не дай бог случиться, он вдруг придаст нас, или вдруг захочет заболеть, или оставить нас вообще без денег, а мы в другой стране, то нам будет очень плохо, нам нужно, чтобы этих людей было больше. Так было принято решение после того, как мы вернулись, организовать студию и нанять других сотрудников. Но перед этим мы столкнулись с серьезными трудностями именно с Леной Хорошиловой. Лена об этом сейчас расскажет. Кстати, мне кажется, что это как раз момент, когда ты решил, что уже участвовать тебе вообще прямо интересно, да? Конечно, я начал активно участвовать. И как в этот момент, как и любая твоя подруга. Короче, это истребитель подруг. Вот прям по чесноку нет ни одной моей подружки, которая бы его любила, потому что он со своей вот этой правдой и со своим языком, который не, как сказать, не... Не политкорректен. Да, он не пытается сгладить, вообще не пытается сгладить углы, то есть никакой политкорректности совсем. И этот момент был, когда он начал активно внедрять скрипты общения с клиентами. То есть как приветствовать, как общаться во время процедуры, как продавать дополнительные процедуры, как принимать звонки. Потому что это время мы принимали их сами. У нас висел наушник, и мы либо во время процедуры, либо после процедуры перезванивали. Я с ним жила на тот момент уже много лет. Так или иначе, я к нему привыкла, и все равно мы друзья, и я понимала цели. Но человеку, который работал в поликлинике, и как вы знаете, как себя врачи ведут в поликлинике, это высшие существа, и перед ними присмыкаются бедные мамочки с детьми или старушки. Лена не была такая, но я думаю, что никто из начинающих молодых врачей не такой. Но становятся такими все со временем, так или иначе. И быть вежливым, учтивым, продавать, предлагать, объяснять вот так же, как он хотел, ее не могла. Она не могла, ее корячила просто, она ее коробила. Плюс у нас уже начались такие небольшие собрания, когда мы вот так вот с ней сидели. А он нам рассказывал, как себя вести, где были наши ошибки. Там, короче, вот что-то такое, да? Как вы ищете сотрудников? Всегда это кто-то, кто рядом с вами. Это ваши друзья. И точно так же вы ищете людей, с которыми совместно вести бизнес. И первую ошибку, которую вы можете совершить, это нанять вашего подругу или друга. Это катастрофическая штука по одной причине. Потому что человек очень сложно меняет ролевую парадигму. Он привык, что к нему обращаются вот так-то, и он имеет право на это, это, это. Но в случае, если он является вашим подчиненным, роли должны измениться. И в этом случае он уже должен подчиняться, выполнять ваши приказания или подчиняться регламентам. И не прокатит сказать, а, Ленка, да ладно, чё ты? Это не прокатит, потому что прилетит. И вот Лене, Хорошиловой, это второй мастер, которая работала, ей начало прилетать от меня. Потому что она не входила в стандарты компании, она в них не помещалась. Из-за того, что у нее был конфликт ролей именно на почве дружбы. То есть она друг Лены, и с ней никто не имеет права разговаривать так, как разговаривал я. А я выражение особо не выбирал. Если человек косячил, я говорю, чё косячишь? Ты здесь не права, здесь не права, здесь не права. Это мой минус, но в то же самое время я точно знаю, чего я хочу, и я этого всегда добиваюсь. И это послужило отправной точкой к тому, чтобы Лена из компании была именно... Ну, она приняла решение об уходе, но то, что последовало за этим уходом, составляет самую интересную часть человеческой натуры, с которой мы столкнемся еще не раз. И Лена об этом расскажет поподробнее, но, возможно, у нее какие-то были идеи, она помнит, что. Этот момент я тоже очень хорошо помню, потому что я поехала к Юле Константиновой, помнишь, на первый свой мастер-класс, на который я поехала, напросилась к ней. Расскажи историю про Юлю Константиновой. Про Юлю Константинова. Человек-технарь, очень интересный мастер из Украины, из Харькова. Познакомились мы с ней благодаря, как ни странно, ему. И этот момент я уже несколько раз рассказывала в эфирах о нем. То есть я нарисовала свои первые волосковые брови, их выставила, страшно гордилась. Никто не учил? Ну да, меня никто не учил вообще. Я их выложила и увидела комментарии под ними. Конечно, я там каждые пять минут проверяла, вдруг кто напишет, там писали восхищенные комментарии клиенты. И написала Юля, написала прям почти дословно, волосок дрожащий, машинка настроена плохо. Я прям помню. И ведь ничего плохого не было. Там просто не было, о, привет, я тоже мастер, я больше тебя знаю, я хочу дать тебе совет, антролевая. Там вот дословно, четыре слова. Я такая, ах, она тварь. И я вот в этот момент сидела, да ты, у меня не хватило, а, или ты уже тогда ввел запрет. То есть я, знаете как, сейчас прервусь тоже сама себя, если бы не он, я бы удаляла комментарии, чистила бы там негативные всякие, у меня была бы вылезная страница, как у всех телочек. То есть вот в тот момент я еще такая была. Он меня перестроил в этом плане. Спасибо. И я, удалять нельзя, я сидела писала ей, что-то типа того, что сама ты дура, пошла вон с моей страницы. Как интересно трансформируется воспоминание. Я помню, а ты стояла за моей спиной и говоришь, ты что делаешь, удали, она же тебе комментарий конструктивный оставила, напиши нормально. Я прям, что не так, я сказала. Давай, очень, очень интересная штука, ложные воспоминания. А вдруг у тебя они ложные? Может быть. Ну расскажи ты. У меня было по-другому. Ты ко мне приходишь возмущенный, у нас же был маленький ноутбучик этот, где мы отсматривали комментарии, хранили фотографии и так далее. И говоришь, прикинь, ты прикинь, мне написала, вот сука, вот она, вот овца. И я такой, так, читаю, говорю, а что она написала? Она ничего плохого не сделала. Я не стоял у тебя над спиной в тот момент, когда ты забивала. Этого не было. Я стоял над спиной, когда ты забивала. Правильно. Спасибо большое. Спасибо большое за комментарии. Ты над собой... А, знаешь, что, может быть, так и было, да. У меня все сжалось и выстроилось, по-моему, да. Я подумала, что она клиент, наверное. Я даже не полезла к ней на страницу, а ты полез и увидел, что она мастер, увидел, что у нее там разбор машинок или что-то, что-то такое, да, у нее там все время было. И тогда я, да, написала, о, спасибо за комментарий такая. Еще в этот момент я не хотела этого делать. Я писала, а у меня аж там пар из ушей шел. И она тут же мне ответила, она ночное животное, как и вот, в принципе, многие из нас. Как и он хотела сказать, она тут же мне ответила, да просто там надо прижать, чем работаешь. Это такая стрекозой, она там надо эксцентрик прижать. А я даже не знала, там не эксцентрик, ну, какая-то деталька, короче, такая крутилка сверху машинки. И она там нарисовала стрелочку, прислала мне фотографии. То есть, это человек, который радостно, по-моему, помогал. И это просто меня поразило. Я тут же еще раздобрела, ее сразу полюбила. Мы начали с ней общаться. И я напросилась к ней на мастер-класс, ну, потому что она знала настолько больше, чем я. Она на этот момент, кстати, я не знаю, сколько она на этот момент работала, но я думаю, долго. Она была очень активный пользователь вот того самого говно-пм-форума. И она была вхожа в закрытые чаты вот в эти, куда не пускали никого. И я туда так и не попала. Я потом со временем узнала, что там ничего интересного не было. Они там просто лизали жопу друг другу, как умеют это делать женщины на форумах. Да, и, наверное, не только женщины. Короче, ее там терпели просто потому, что она в своем роде немножко гениальна просто. Вот она технарии по пигментам, и по машинкам, и по носикам, и по иголкам. И она там что-то внедряла, изобретала там. Короче, просто у меня такого нет точно в мозгах. Короче, я к ней напросилась ехать на мастер-класс. Я помню, что Лена собиралась ехать со мной, а я ее не взяла. И более того, мне кажется, что она почему-то считала, что я должна ей эту поездку оплатить. Я сказала, нет, ты не поедешь, ты останешься тут работать. И без меня пока вы были, она мне написала, что все, я не могу, я ухожу. Я такая, ну ладно, думаю, ну уходишь, ладно. Там про мастер-класс у Юли это отдельная тема. Давай расскажем про мастер-класс, если это 2012 год. Смотрите, к чему я, какую мораль я хочу вывести из этого всего. Когда вам кто-то пишет что-то или говорит что-то не очень хорошее про вас, но это конструктивно, скорее всего, это ваш друг. Он в будущем, если вы его не оттолкнете своей неадекватностью, работайте над собой и делайте так, чтобы вы из этой критики стали лучше. И общайтесь с этим человеком. Посмотрите, если бы она написала, пошла нахуй тварь, все, на этом закончилось бы. Но она сделала над собой работу, и при этом Юля это очень полезный, очень открытый, очень классный человек. Мы с ней до сих пор общаемся, и я просто в нее влюблена много лет, она отличный человек. И он тоже. Ну я заочно, мы даже посылали цветы. Тогда Кмила ей так понравилась, я помню. А потом забил. Ну несколько лет они приходили. Короче, я к тому, что работайте над собой, но самая главная история, уход сотрудника, это нормально, но самая главная история, что было потом, потому что она ее подруга, и Лена сейчас расскажет. Я вернулась, мы с ней встретились, она сказала, я ухожу, я не могу, с ним очень тяжело работать, он слишком многого требует, я считаю. Вот это, знаете, когда начинается я считаю, я такая, я считаю, ладно. И я помню еще, я знала ее финансовую ситуацию, она была сложная, и она получала деньги, как-то у нас странно, то ли наперед, короче, у нее, она ушла с оплаченным, там, наперед месяцем работы, или, что сказать, каким-то сроком, и даже не попыталась сказать, я же не работала, найти назад ваши деньги. Но я ей ничего не сказала, ладно, пусть думаю, ничего страшного. Мы общались еще какое-то время, встречались, пока мне не позвонила клиентка, и не сказала, мне позвонила ваша сотрудница Лена, и предложила к ней прийти в два раза дешевле. То есть, и вот в этот момент, я помню, у меня вот этот вот холодок в животе, потому что я поняла, что она была очень близкая, моя подруга, вот прям действительно, прям очень близко. Она, я все кишки ей вываливала, мы с ней дружили несколько лет до этого, мы прошли с ней крым-рым, просто мы на велосипедах, в очень сложных ситуациях каких-то, просто столько много времени провели вместе, ну, как бы это горы, это там снег, холод, там, короче, прям, вот прям дружка-дружка. И тут вот я понимаю, что все, пиздец, отдружились. И я ей звоню, с ней разговариваю, час, она ничего не говорит. То есть, она даже не сказала, что я уже там сняла кабинет, я купила оборудование, а она у меня выспрашивает по телефону, ну, как ты съездила, как ты, как, а что она тебе рассказывала? Он, давай, расскажи, а как там? Я думаю, вот, сука, ну, как же так? Она, то есть, у меня, уже обзвонив моих клиентов, которые вообще не ее, потому что мы уже на тот момент тратили деньги на рекламу, и, как бы, клиенты были наши, более того, я отдавала ей своих клиентов, чтобы она работала. Я думаю, что очень сложно вот так брать у клиента деньги за работу и идти их отдавать кому-то другому, да? Мы уж тогда задумались, что это не очень хорошо. Вот, я думаю, какого хера ты у меня выспрашиваешь какие-то тонкости технические, которые тебе в работе пригодятся, если ты от меня ушла, переманиваешь моих клиентов. То есть, думаю, ну, короче, это было, я так плакала, помнишь? Я так плакала. Это была такая прям трагедия для меня, потому что все, я потеряла там свою любимую подружку, предательство такое. Я поняла, знаете, что для себя за эти годы я вывод сделала, начать дружить на работе можно, но привести друга в работу, и с большой вероятностью он перестанет быть твоим другом. Это не последний опыт, поэтому у нас впереди был еще опыт с подружкой, как раз таки, которая работала в дизайнерском бюро дизайнером, потом эта подружка была в Окее, мы тоже расскажем про эту боль. Но если вкратце, то я общался с большим количеством талантливых мастеров, и практически все через эту боль проходили. Они вкладывали в человека душу, они доверяли человеку, и в какой-то из моментов этот человек их передавал. И при этом первая эмоциональная реакция – обвинить и сказать, ах ты сволочь, ах ты тварь, да как ты мог, и прочее, прочее. Но сейчас уже прошло достаточно много времени, и я понимаю, что людям крайне тяжело быть устойчивым к искушению деньгами. Это очень сложно. И, например, мы, и что касается нашего бизнеса, мы ни разу, ну, по крайней мере, я об этом не знаю, мне никто не об этом не говорил, потому что я всегда пытался, что касается денег, выдерживать А, Б, С и держать все свои обязательства, все. Ну, то есть, если я сказал, что я выплачу, я выплачиваю. Ланнистеры платят. И напомню, что ланнистеры всегда платят долги. Ну, типа того, ланнистеры всегда платят по своим долгам, потому что это репутация, и просрать ее, а многие из тех, кто с нами работал, ее просрал, и мы об этом опять поговорим попозже, это очень дорого. Я, наверное, не обманщик не из-за того, что я хороший человек, а из-за того, что обманывать в наши дни очень дорого, и умные люди не обманывают, а не заботятся о своей репутации. Про мастер-класс у Юли. Мне было, конечно, очень полезно посмотреть, как работает мастер настолько опытный. Больше всего, на самом деле, меня поразило ее общение с клиентами. То есть, она в своем городе, да и, в общем-то, в Украине, да и в среде мастеров она очень известная, ее знают очень многие. И очередь из клиентов у нее была, там, я не знаю, у меня она 2-3 месяца, у нее, по-моему, на пару лет вперед, там, реально, у нее все построены были, такая, она баба с яйцами реальная. То есть, я считаю, что у меня есть небольшие яички, у нее, наверное, вот такие 2 или 3 даже, может. И я помню, к ней клиентка пришла, и она делала ей процедуру на веках, по-моему, и она все время вот ойкала и пыталась вот руки к лицу, и я помню, так, а Юля очень маленькая, такая вся миниатюрная, и не ожидаешь от нее такой вот жесткости. Руки под жопу убрала она ей, такая, я такая, так можно что ли? Мы там с клиентами носимся, там, с них пылинки сдуваем, скрипты у нас, мы там чай-кофе там тролливали, а тут просто очень интересная, очень интересная, я думаю, уже все изменилось на самом деле, потому что слишком много времени прошло, но тогда это было, во-первых, общее помещение, кабинет, в котором она делает процедуру, и тут же сидят на диванчиках другие, которые ждут, кто-то на лазер, кто-то еще что-то, они между собой общаются, они там вот восторгаются, ах, как красиво, подходят, смотришь, что-то такое. И в то же время они проникаются к ней уважением из-за ее вот этой экспертности, ее умением повелевать людьми, я не знаю. Короче, любопытный опыт общения клиент-мастер, который я пришла, Диме рассказывала, он такой, этого не будет, так нельзя. Нет, нет, смотрите, почему так, почему бывают ситуации, когда мастер может быть очень груб с клиентом? Почему бывает ситуация, когда он может позволить себе все, что угодно, хамство или просто грязь, или... Это неплохо, мастеру комфортно в таких условиях, но это ошибка, он сильно теряет в деньгах, потому что именно в этот момент у Юли была очень большая, длинная очередь. Когда у тебя длинная очередь, ты не боишься потерять одного-двух клиентов, а клиенты боятся потерять свое место, поэтому просто молчат в тряпочку. У Юли была цена, я помню, мы пересчитывали на русский, это 3000 рублей. Невысокая. Очень невысокая. Но для Украины, может, высокая. У нее была очередь на 2-3 полгода вперед, поэтому она себе могла позволить так общаться с клиентами. Мы же все время цену поднимали, и мы, наоборот, клиента целовали в задницу для того, чтобы он к нам приходил и рекомендовал. Поэтому, если у вас длинная очередь, знайте, что вы не дозарабатываете. И, кстати, вы можете посмотреть в моем видео, которое я снял об этом. Я недавно начал свою карьеру, видеоблогер. Вы можете, ссылка на него будет в описании к этому видео на YouTube. Переходите, смотрите. Там будет очень полезно, если у вас есть очередь. Да, Юля меня поразила своей очередью и своей загруженностью. То есть она реально с утра до вечера работала, клиенты шли вот нескончаемой чередой, и у нее очень интересно была построена система. То есть они ей сами звонили. Не позвонил, значит, место потерял. И у нее все время в резерве было большое количество людей, которые жаждали попасть именно сегодня, но она не могла. Она очень трепетно относилась, на самом деле, к клиентам, очень экологичная в качестве как мастер. То есть она ничего лишнего никогда не делала. Она делала очень красивые работы. Она не делала какие-то вот эти трешаки, которые там просили. То есть она отказывала спокойно. Там даже при мне такое было, когда что-то там настаивал клиент. Она, нет, я не буду это делать. Она мне не сделала процедуру, потому что я тогда с бровями от Мегицка приехала к ней. И она сказала, я не буду тебе делать сверху, перекрывать не буду. И заставила меня их лазером прощелкать, потому что она мне сделала межресничку, но брови отказалась исправлять, потому что вот такая она только, вот правильно должно быть. Возвращаясь к моей первой работнице, моей бывшей подружке, она слила базу, она ее обзвонила. Когда я с ней об этом разговаривала, то есть я вот тот самый час с ней разговаривала, ждала, когда же она мне скажет, что она начинает работать сама, что она моих клиентов обзвонила, она мне не сказала. И тогда я ей сама об этом сказала. Она начала там что-то блеять, извиняться, говорить, что она не подумала. Она считала, что это ее клиенты тоже. Я такая, то ли дура, то ли меня дура. Я считаю, вот это всегда меня поражает. Но она всяко-разно выкручивалась. Короче, я ей сказала, что все, я тебя знать больше не хочу, до свидос. И пошла плакаться в жилетку, как обычно. Ну и все, это был мой первый печальный опыт найма работников, когда ты взял самого близкого к тебе. И после этого вступил он, и начался вот этот безумный конкурс. Ты помнишь, там по 60 человек на место. То есть первые две наши работницы, это Саша Орешина, которая работает до сих пор с нами, кстати, столько лет. И к ней вообще нет никаких претензий. Более того, я с ней дружу, и на велике катаюсь. А вторая, это была Куцеволова. И вот они прошли первый отбор. Я думаю, о нем ты, наверное, должен рассказать. Ну, давайте, в какой-то из моментов мы приняли решение масштабироваться, мы приняли решение, что мы хотим стать больше, но в то же самое время в том помещении, в котором работала Лена, масштабироваться невозможно. То есть там даже они работали вдвоем и друг у друга на головах. Реально, там квадратов, наверное, 15-16 помещений. Там, по-моему, 21 было где-то. Может быть, 20, но очень тесно. Не было зоны ресепшн, толком. Ну, негде раздеваться моделям. Ну, в общем, клиентам. Короче, трэш. Плюс здесь же стоит компьютер, они пытаются что-то заполнять. В общем, это ужас. Мы приняли решение о том, что мы переезжаем в большее помещение. Нашли помещение, в котором мы сейчас находимся. Но мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь сидело проектное бюро. Я помню, сюда заходишь, сигаретный смрад. Мужики ходят, пьют виски, курят. Да, они пьяные. Они бухие постоянно. Это архитектурное бюро было. Оно закрылось потом. А мы, соответственно, жили на третьем этаже. И мы, когда приходили сюда смотреть это помещение, там были поручни для отработки танцевальных па. А, когда мы его сняли, да, это был музыкальный, какой-то класс танцевальный. Вот это третий этаж этой пристройки. Ну, в общем, нам казался просто космосом в любом случае. Потому что очень дешево. Это самое главное для нас было. Потому что денег не было. И второе, это то, что оно действительно было большое, прикольное. Мы заехали, особо даже ремонт не делали. Мы просто покрасили стены, что-то там сделали. Первое помещение было площадью ровно 70 квадратных метров. Это был ресепшн и вот эта зона, где был кабинет. Изначально это не было разделено. И, наверное, после того, как она побыла у Юлии Константинова, я считала, что это нормально. Мы сделали зону ресепшн, здесь сидел администратор. А иногда лежал на диване, но мы об этом тоже расскажем. А здесь же работали несколько пушеток и работали мастера. Соответственно, первой задачей, когда мы переехали в новое помещение, нужно было решить, кто должен работать. Очень Лена обожглась и говорит, это должны быть художники, 100%. Мы начали, мы взрыхлили всех художников. Просто все художники Краснодара. Я всем отправил приглашение через HeadHunter. И в итоге мы провели огромное собеседование. Это не было 60 человек на место. Это было 20 человек на место, наверное, где-то. Не 60, нет. Я прям запомнила цифру, Дим. Вот именно они две, ты провел нереальное количество собеседований. Это потом уже все меньше и меньше были. Я прям помню. Но смысл в том, что нам нужно было два человека. И эти два человека, более того, они даже не могли, мы не могли их обеспечить клиентами. Помнишь? То есть сначала работать начала Куцеволова. Ну а мы, я помню, мы планировали взять одного мастера. Но осталось в конце два. И они обе нам нравились. Мне очень сильно нравилась Саша. Помнишь, я за нее, как бы, как сказать, ротовала. Ротовала. А тебе понравилась Аня, и она еще и опоздала. Помнишь, там что-то такое? Аня Куцеволова, это мастер, который всего добился сам, несмотря на то, что 6 лет работал в нашей студии, входил в ближний круг к нам. Это человек не глупый достаточно, но у нее, опять-таки, как и в случае с Леной, она финансово не очень устойчива оказалась. То есть ей очень тяжело было не укради соблюдать заповедь. Мы об этом расскажем попозже. Но пока что, что мы имеем? 2012 год, это девочка, которая только-только закончила художественно-графический факультет Кубанского университета. Она по специальности, я вспомню, мышу сразу вспоминаю. Графика. Графика. Да, то есть у нее графика. Это как раз то, что нужно для того, чтобы рисовать брови. И она опоздала на собеседование. Плюс к этому еще она только что вернулась из Геленджика, была черная, как негритенок, делала фейс, как называется? Нет, ну она рисовала, по-моему, вот эти вот детские татуировки. Да. В общем, она работала в Геленджике в это время. И мы входим плавно в новую студию, и задача стоит, как сделать так, чтобы у... А почему у одного мастера мы взяли, а не двух? Ну, по-моему, как раз потому, что думали, что мы не сможем их обеспечить. Мы думали. И мы, помнишь, еще сказали, мы устроили им экзамен, там, что-то то ли на скорость, то ли что-то такое на качество, процедуры. И они были примерно одинаковые, но Саша чуть-чуть проиграла, там, что-то вообще ерунду. Мы оставили Аню, и получилось так, что прям стало много клиентов. Мы буквально через месяц выдернули Сашу, хотя мы ее отправили, помнишь, сказали, ну вот пока ты проиграла, там, иди. Да, мы Сашу, и сразу после Саши на следующий месяц мы наняли Черкову. Помнишь Черкову? Я не помню, чтобы на следующий месяц. В следующий месяц, это было, еще раз, в августе мы провели собеседование, в августе начала работать Куцеволова. В сентябре пришла Саша, и работало два человека, мы опубликовали. А уже в октябре мы наняли Черкову. То есть мы нанимаем, и вот мы... Теперь перед нами стоит другая задача, она гораздо сложнее. Если у нас в штате несколько людей, мы должны обеспечить стандарты их работы. То есть мастера должны зарабатывать, мастера должны делать работы, но при этом они должны не портить имидж компании. Первое, второе, зарабатывать деньги, и третье, и самое главное, нам нужно было определиться, как им назначать цену. Вот как назначать цену, и как к ним перекидывать клиентов Лены, или каким образом начать распределять вот этот клиентский поток. Это была сложная задача, особенно, когда ты с этим ни разу не сталкивался. Но я вспоминаю, это был момент, когда мы по 1990 рублей делали татуаж, и вот эта толпа моделей... Это тогда Беглеон, помнишь, как сильно... А, Беглеон, кстати, да. Расскажи про Беглеон, потому что я с ним толком и не общался. Здрасте, да ты делал всё. Ну, с моделями-то я не общался. А, но я стабильно работала. То есть мы работали все втроём, вот в одном помещении, и у меня было много клиентов, и они были дорогие, потому что я уже долго работала. А этих двух мастеров новеньких надо было обеспечить клиентами. И мы подключили, по-моему, Беглеон, потом ещё какие-то появились, и попёрли модели. То есть вот с этого момента началось знакомство моё с людьми, которые в большом количестве, которые шли за очень дешёвую стоимость, какую-то прям копеечную. И это особый контингент людей, с ними довольно тяжело работать, они выносят мозг за эти свои 500 рублей. И они такие скандальные, они жалуются, они вынесут просто, высосут все твои соки, практически все. Смотрите, если вы не работали, если вы мастер красоты, ну, наверное, мастер татуажа, и не работали с Беглеоном или купонными сервисами, минутка рекламы. Как устроен Беглеон? Он ищет людей, которые любят халяву, даёт им большой дисконт, 60-70%. А вам нужны модели, например. Вы набираете новых людей, говорите, вот, смотрите, эта услуга стоила 6 тысяч рублей, а сейчас вы можете прийти за тысячу, условно, получить 90% скидку. Но при этом на этих людях учатся. Естественно, если мастер востребован, он не будет просто так давать скидку, это абсолютно бессмысленно. Поэтому идёт такой обман со стороны людей, которые эту услугу поставляют. И сами люди, которые эти купоны покупают, это тоже люди, которые обманывают сами себя. И мы к этим купонщикам ещё вернёмся. У нас самое главное, что в итоге, то есть, если у нас Беглеон, например, стоит тысяча рублей процедура, 50 рублей забирает себе Беглеон, а 50 рублей остаётся нам. 500 рублей, вернее, забирает себе Беглеон, а 500 рублей остаётся нам. То есть, в итоге, мы анонсируем услугу за 6 тысяч рублей, делаем её за тысячу и 500 из них отдаём. И у нас остаётся в кармане 500 рублей. Это такой себе бизнес. То есть, там вообще прибылью не пахнет, но как бы другого мы не знали. Почему мы к этому прибегнули? Я потом уже посчитал и думаю, нифига себе. А зачем нам нужен Беглеон? Но это вот моментальное лекарство. Вот ты понимаешь, что тебе завтра нужно кучу людей, или там послезавтра, послезавтра. Ты не успеваешь настроить рекламную кампанию, ты обращаешься в Беглеон, они моментально тебе дают кучу желающих, дают акцию, и ты, соответственно, закрываешь свою вот эту потребность. Но сейчас, естественно, по-другому быть не могло. Эта контора закрылась, сдулась. Нормальный гром весенний. Бог всё слышит. Он жарит Беглеон. Жарит. Эта контора загнулась, и лох мамонт и лох вымер. Поэтому, к сожалению, Лафа не могла продолжаться бесконечно. Но мы за то, что мы использовали клиентов из Беглеона, расплатились в следующем году. Да так, что мало никому не покажется, я врагу такого не пожелаю. Я про. А сейчас не говорим. Да, сейчас не говорим. Соответственно, это были клиенты из Беглеона. Откручивалась реклама ВКонтакте. Как-то были клиенты. Мы наняли осенью ещё одного или даже нескольких мастеров. То есть мы пытались по максимуму забить то, что у нас есть сейчас. Всю площадь. Вот у нас всегда это, нас отличало это по максимуму использовать всё, что есть. Это как раз таки, поэтому я, наверное, рвач детдомовский. Он, кстати, не детдомовский у него родители обычные. Это просто долбанутая она. Ну вот, но смысл она подметила верно. То есть я всегда использую все ресурсы по максимуму. Даже сейчас мы находимся здесь. Мы уже зарабатываем достаточно денег, чтобы переехать в большую успешную студию в Краснодаре. Возможно, так и произойдёт в скором времени, потому что основные активы уже изнашиваются, надо переезжать. Но даже здесь мы платим небольшую аренду и, в общем, чувствуем себя достаточно комфортно. Получается, что это время, когда я ещё, будучи практически, сейчас я могу это уверенно сказать, неумёхой, учила других мастеров своих, которые должны были тоже работать с нашими клиентами. С оборудованием, можно сказать, я определилась вообще только вот в этом году. Я нашла там машинку, фирму, которая мне нравится, но об этом мы позже расскажем. Я перебирала постоянно. Ну вот на тот момент мы все работали с трикозами. Они были, то есть это аппарат Dragonfly, довольно дорогой, швейцарская татуировочная машинка, маленькая, лёгкая, но когда на неё надевались все вот эти вот причиндалы, одевалась эта длинная игла, которая, кстати, была из некачественной стали, если её ткнёшь, то есть все остальные иглы так себя не вели. В донышко капса она вот так крючком загибалась и потом просто рвала кожу. Потому что у нас там есть какие-то старые фотографии, мы перебирали, где мы под микроскопом смотрели, да что ж такое, а там реально такой вот прям крючок. Только там крючок был на NPM. А, то есть это тоже некачественная сталь была, да-да-да. Иглы, но иглы, которыми я работала, это были какие-то китайские иглы, одноразовые, вот такие длинные, они подходили этой и всем остальным машинкам. Я не знаю, Стрекоза, Драгонфлай, они вообще выпускали свои иглы, я никогда не слышала, чтобы у них были какие-то свои иглы, поэтому работала, чем находила. Пигменты дерма было. Пигменты у нас на тот момент самые актуальные были, да, Дерма Интернешнл они назывались. Я подозреваю, это тоже какая-то бодяга, потому что очень некачественные были упаковки, вот такие вот наискосок наклеенные, какие-то сами пигменты непонятные. Остаток очень маленький, прям очень маленький. И приходилось, я уже тогда усердно рисовала волоски. В принципе, я даже могу сказать, что первые где-то года 3 или 4 работы я вообще не делала растушевки, они у меня даже не получались, это были только волоски. То есть, что я ездила учиться на растушевку, нифига не поперла, и я там сама сикость-накость научилась рисовать волоски. Они, конечно, были просто сначала там слегка вот такие изогнутые, потом спустя несколько лет, я после, кстати, после Сергея Малерова, я помню, он когда приехал ко мне на мастер-класс, я его учила, у него не получалось, ни факт, он потом сказал, а что ты рисуешь такие вот простые их, они просто как бы слишком простые, волосы же не такие, что ты их не переплетаешь, не там это. Я помню, я так это взбесило, думаю, вот эти не получается, а советами лезет. Но на самом деле он был прав, и я с того момента начала задумываться и начала там их попытаться переплести. Ну, короче, во-первых, я тогда рисовала их слишком близко друг другу, во-вторых, они были все слишком похожи друг на друга, но даже так никто не делал, и у меня просто была вообще бесконечная череда довольных клиентов сразу после процедуры, потому что, когда заживали, они очень часто оставались такими очень полупрозрачными. Я вот не шучу, когда я скажу, я считала, у меня в одной борозде, в один волосок в самом начале я делала где-то в районе 30 раз, то есть я 30 раз в каждом волоске лезет проходила, чтобы он остался более-менее видным. Именно поэтому они тогда все потом расплывались, потому что, естественно, все 30 раз я не попадала в одну линию, я разрушала кожу вокруг, и всё это превращалось вот в такое кеся-меся-месиво. И Derma International пигменты полупрозрачные, в них было много белил там или что, я не знаю, они прощали много ошибок. И в то же время я начала уже экспериментировать с тату-пигментами, потому что они давали колоссальный остаток просто, и от лёгкого прикосновения ложились, но я не понимала, что с цветами, как их смешивать. Короче, вот прям череда началась. Я скупала все пигменты, какие выходили, какие я находила, цвета, которые мне казались нормальными, они вот здесь везде стояли. Я девочек учила смешивать цвета, мы всё время экспериментировали, и это была, кстати, его идея. С самого начала, с самого первого дня он мне сказал «Записывай, всё записывай, какую процедуру сделала, что там, как себя кожа вела». То есть это не я, я пыталась там всё запомнить, но, естественно, через месяц 30-50 клиентов, я уже не помнила с кем, чем работала, и я поднимала свои записи, и это было очень полезно, потому что там где-то кровило, где-то я использовала. Я мешала цвета, совершенно безумно, бессмысленно это было. Но всё-таки, какая-никакая статистика велась, и я когда поднимала базу и смотрела, там месяц назад я работала тем-то, и вот такой-то остаток, и я прям анализировала, меняла, мешала, выкидывала целые, там не знаю, батареи пигментов, которые совершенно плохо себя вели, у нас не было лазера, и приходилось каждый раз скорректировать, то есть это тоже большая была работа, там я всё время с цветами ковырялась. На форумах на всех доступ к интересной и важной информации был закрыт. Короче, эти форумы, знаете, как они существовали? Я помню, Tattoo Artist был, PM Forum был, они были самые основные, и там была какая-то такая система, когда новички задают вопросы, умоляют, попрошайничают, а эти все вот там десяток этих мымр, типа там та же самая Мегицка, там Тарасю, которая этот форум создала, какие-то Жбановы, это вот это Жбанова, да, которая вот то самое письмо, о котором мы говорили наше клиентам обращение, вывесила, и первое начало абсюр, я в жизни, я даже не знаю, кто это, какая-то баба, какой-то мастер из Москвы, которая меня лично не знает, но подумала, что она может взять моё вот это и полить говно. Я хочу поблагодарить Жбанову. Благодаря Жбановой мы смогли сделать ремонт, получить разрешение и стали лучше, но мы об этом расскажем позже. Ну ладно, да. Вот, я так скачу, конечно, так, и я о том, что информации, она вроде была, но её было вот катастрофически мало, вот я вообще не понимала, я не понимала, почему кожа себя ведёт вот так, я не понимала, почему цвет ложится не так, как я хочу, я не знала, как натягивать правильно кожу. Очень сильно мне помогло, то есть, у меня не было школы, где были студенты, но я учила своих мастеров, и мне очень сильно помогло анализировать свои ошибки. Когда ты кому-то что-то объясняешь, ты такой, о-о-о, без конца какие-то инсайты, ты понимаешь, что там происходит, как бы всё складывается, какие-то пазлы складываются. Очень было интересно поведение наблюдать мастеров, у них, если что-то получалось, они друг от друга спрятали информацию, то есть, они прям реально вот так подходят и вторая там. Вот они работают все в одном кабинете, и у них была какая-то конкуренция, причём мы это никогда не поощряли. Но мы повесили камеры, и когда я не работала, у нас камеры висели, мы могли смотреть за ними, наблюдать. И я вижу, вот сидит мастер, работает, подходит к нему другой мастер, она вот так вот прям закрывается, чтобы видно не было, что она там делает. Я потом их вот так собираю, говорю, вы что девочки, давайте дружи, делиться, чтобы у вас там, ты ей свои тайны раскрыла, она тебе, у вас там пять мозгов лучше, чем одни. Ну, короче, ну, почему-то это не сработало, даже когда у нас были партнёры, я пыталась сделать то же самое. Я пыталась сделать встречи, чтобы они с разных городов собирались, делились информацией, там умножали её. Нет, они так и продолжали себя вести и в будущем. Давайте я расскажу немного про этот форум и про те травмы и страхи, которые Лена испытывала, находясь на этом форуме. Я ещё раз скажу, я человек прямой, если я считаю, что человек мразь, я говорю, человек мразь, потому-то, потому-то, потому-то. Лена, она такой же, на самом деле, как и я человек, прямой, она такой же, она более трусливая. То есть, она просто боится последствий и вместо того, чтобы сказать условный Тарасюк или условный там, да ты мразь, ты вообще не, твоя работа, а там очень интересный момент был, выставляет работу как раз таки кто-то или Тарасюк, и у них был вот такой фетиш. Значит, они выставляли свои работы на этом форуме, другие заходили и комментировали, как хорошо, как круто, восхищались. То есть, прообраз социальной сети был, помнишь? Ну, да, да, да. И выставляет этот Тарасюк дерьмовую работу, откровенно дерьмовую. Ну, это Тарасюк, да? То есть, там кто-то из них, да. Кто-то из них, да. Ну, кто-то из этих вот опытных. Из этих, из этого кудло-лисятника, я так его называю. То есть, там прям, практически, я садился возле монитора и чувствовал запах вот этого нездорового, знаете, женского коллектива. Когда я жил в общаге, когда учился в институте, и там я познал, насколько неряшливыми и склочными могут быть бабы. Вот я это там точно увидел, практически почувствовал этот запах общежития и тараканов. Короче, и она выставляет фотографию, хорошо, не средняя, она посредственная, так скажем. Я так, хорошо, только что замочили за такую же фотографию новичка, просто палками запинали, заплевали, сказали, что ты недостойно покинь профессию. Хорошо, жду. И там писать. О, великолепно, отлично подчеркнула глубину глаз. Я смотрю и понимаю, что они абсолютно неадекватны. То есть, когда ты живешь в окружении, где тебе лижут жопу, постоянно и без критики, ты не можешь быть адекватным. Но, тем не менее, Лена всегда хотела сохранить там отношения, потому что она верила, что в глубине есть какое-то секретное хранилище и ключики от этого секретного хранилища именно у этих старых лис из этого ПМ-форума. Но что, оказывается, не так. Надо было просто сразу посылать их всех нахер и со спокойной душой продолжать гнуть рулию. Какие-то крупицы там были, полезности, все равно, так как больше негде было узнать, что-то там. И много было такой ерунды, которую я брала на вооружение. Оказывалось, что это такая херня, и она не работала. Сейчас я примеры не приведу. Ну, ладно. На этом форуме я узнала о коктейле. Барченко его так называли. Я не знаю, то ли она его как-то систематизировала, то ли что. Но это я до сих пор пользуюсь. Это чудесная вещь. Что-то еще я там. Какие-то технические детали. Там кто-то чем-то работал, и там вешали ссылку, допустим. Я шла по ссылке, покупала, тоже этим работала. Это помогало все равно. Поэтому я на этом форуме оставалась до тех пор, пока не началась вот эта вот травля или что, то, о чем мы рассказывали. Давайте я теперь расскажу. Я поехал в 2012 году осенью на свое первое обучение маркетингу. Мы зарабатывали, я не боюсь соврать, 100 тысяч рублей в месяц. Наверное, наш был доход. И я поехал обучаться в Москву. Нужно было летать два месяца каждую неделю на это обучение и заплатить за это 100 тысяч рублей. У нас это колоссальные деньги были. Тем не менее, мы заплатили, понимали, потому что обучение всегда требует инвестиций. И это важный момент, который я тоже хочу, чтобы вы это поняли. Потому что любое обучение, если вы выбрали это сознательно, а не под воздействием рекламы или какого-то давления со стороны инфо-цыган, любое обучение, оно полезно для вас. И оно для вас, естественно, окупится. Всегда инвестируйте в себя. Так вот, я инвестировал эти 100 тысяч рублей плюс, конечно, гораздо больше на то, чтобы снять отель и просто самолеты и прочее. Я прилетел, мы сделали сайт, мы сделали рекламные кампании, запустили. То есть, мы реально сделали очень хороший трафик. И все полетело, все отлично летело, все было прекрасно, мы набрали новых мастеров, все было супер, пока не пришел 2013 год и не случилось непоправимое. Об этом вы узнаете в следующей серии. В комментариях к предыдущей серии вы просили и сделали очень дельное замечание – это подвести итоги. Что в 2012 году мы сделали не так при построении своего бизнеса и что бы мы сейчас изменили? Давай по два вопроса, ты и я. Мои две вещи, которые я бы изменила – это не работать с друзьями, не приводить на работу друзей, вот так скажем. И каким-то образом полностью ограничить сотрудников от денег, потому что… или, возможно, сотрудникам полностью разложить траты на привлечение клиента. Ну, короче, я не знаю, что-то сделать такое, чтобы сотрудники не думали, что вот эти вот деньги живые, которые приходят, они все их. То есть, как, не знаю, доктор, который работает в поликлинике, не считает, что в частной клинике, да, что все деньги, которые в кассу положили, они ему принадлежат, потому что это не так. Проблема в том, что у мастеров очень низкий эмоциональный интеллект высокий, а бизнес-интеллект низкий. Когда они видят пачку денег, переходящий перед их глазами, и понимают, что это платят клиенты, которые только что были под ними, и они делали на них работы, они подсознательно воспринимают эти деньги своими. Они не понимают, что часть денег уйдет на аренду, часть на рекламу, часть денег уйдет на коммунальные услуги, на часть купится пигменты и машинка. То есть, они не видят эту схему и финансовую модель, они просто не могут ее представить в силу своей ограниченности. И поэтому они считают, что с ними поступают несправедливо. Это их клиенты, и они не имеют права забирать у меня так много. Наверное, так они думают. Но на самом деле рентабельность бизнеса в татуаже на тот момент была где-то около 30-35%, это средняя. Рентабельность для тех, кто далек от экономических терминов, это доля прибыли в общей доле выручки. То есть, если у вас выручка – это 100 рублей, то 35 из них – это чистая прибыль. Соответственно, сотрудник получал от чистой прибыли, от выручки 22%, это тоже очень много. Но при этом у него не было такого головняка, который был у владельцев этого бизнеса, потому что у нас жопа горела реально по любому поводу. Что касается моих двух уроков. Первый урок – это однозначно необходимо налаживать общение с сотрудниками, потому что в любой момент ты можешь остаться из-за того, что ты достаточно груб или говоришь человеку прямо в глаза то, о чем ты думаешь. Ты можешь остаться без сотрудника ценного, особенно когда у тебя их мало. И второе – это то, что не нужно жалеть деньги на обучение. Если бы мы обучились этому раньше, если бы я поехал на обучение по маркетингу раньше на полгода, то и мы бы заработали и стартанули гораздо лучше. Не нужно стесняться инвестировать в свое обучение. Это именно то, что останется у вас и никто не сможет у вас это забрать. Никакая власть, никакой карантин, никакой коронавирус не смогут вас лишить тех знаний и опыта, которые у вас есть. Поэтому быстренько обучайтесь где угодно. Хотите, кстати, обучиться в школе Лены, пожалуйста. Есть онлайн-школа, есть вебинары, ссылка есть в описании. Или хотите узнать что-нибудь о маркетинге, ой, ой, ой. О маркетинге. Или хотите получить, может быть, лекцию по дикции, пожалуйста. Ай, блядь, ладно. Итак, всегда хорошо учиться. Впереди нас ждет 2013 год, год, где будет Следственный комитет, жалобы конкурентов, где будет медицинская лицензия, где будет уголовное дело против нас. Обо всем этом мы расскажем в следующем видео, подписывайтесь на этот канал. Обязательно ставьте колокольчики, потому что вы просто не увидите, когда это выйдет, когда это видео, блядь, когда это видео выйдет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.